В новом докладе ООН Россию впервые обвинили в военных преступлениях в Сирии. Речь идет о двух случаях неизбирательных бомбардировок российскими самолетами гражданских объектов провинции Идлиб. Почти миллион мирных жителей провинции стали беженцами. Подробнее расскажет Александр Касаткин. С прошлой недели границу Турции с Грецией нелегально пересекли 130,5 тысяч мигрантов. Об этом сегодня сообщил глава МВД Турции. Потоп беженцев устремился в Европу после того, как Турция открыла для них свои границы. На греческой стороне границы сегодня побывали топовые чиновники Евросоюза. Болгарская и греческая границы сейчас усиленно охраняются. Там проходят стычки с использованием слезоточивого газа и водометов. На встрече с премьер-министром Болгарии президент Турции рассказал о первых жертвах столкновений. К сожалению, Европейский Союз не сдержал своих обещаний. А теперь на происходящее накладывает отпечаток убийства двоих и ранение одного из мигрантов греческими солдатами. На границе Турции с Грецией волонтеры раздают еду беженцам, которые пытаются попасть в Евросоюз. Сегодня министр иностранных дел Турции Мевлюдчеву Шаглу заявил, что Евросоюз не выплатил и половины из 6,5 миллиардов долларов, которые обещал Анкаре для содержания беженцев. Я понимаю, что турецкое правительство и президент Эрдоган ожидают большего от Европы. Но я считаю совершенно неприемлемым, что турецкие власти не заявили о своем недовольстве в ЕС, а взвалили этот груз на спины беженцев. Мне кажется, это неправильный путь. И мы продолжим переговоры с правительством Турции. Между тем, канцлер Австрии обвинил Турцию в атаке на Евросоюз. Австрия готова защитить свои границы от нелегальных мигрантов. Греческая полиция задерживает нелегальных мигрантов в лесах и на дорогах. В сирийской провинции Идли, подкуда устремился в Европу новый поток беженцев, продолжаются столкновения и авиаудары. Сегодня в докладе ООН и Россию впервые обвинили в военных преступлениях в Сирии. В документе описаны бомбардировки российской авиации, рынка в густонаселенном городе и лагеря беженцев в провинции Идлиб. В результате этих авиаударов погибли 63 мирных жителя, включая 8 женщин и 10 детей. Более 150 человек были ранены. У нас есть разумные основания полагать, что это были в первую очередь российские самолеты с российскими пилотами. Мы рассмотрели видеоматериалы и другие данные, в том числе информацию о полетах. В этих случаях нам удалось получить и перехваченные переговоры пилотов. В Кремле назвали доклад однобоким. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в докладе не упоминают начало наступления террористов. Москва считает террористами оппозиционные режимы Башара Асада вооруженные группировки, которые пытаются удержать провинцию. Сирийская армия продолжает в Идлибе свое наступление. По данным ООН, с момента обострения ситуации в Идлибе в декабре прошлого года, уже около миллиона мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Ситуация тут тяжелая. Нет ванных, мало туалетов, в них грязно. Когда идет дождь, то палатки протекают. Гуманитарная миссия ООН побывала в лагерях на сирийско-турецкой границе и признала положение беженцев критическим. Александр Касаткин. Настоящее время.